Добрый дракон по имени змей жил был дракон по имени змей. Он был самым добрым драконом во всем королевстве, но никто не знал об этом. Все боялись его огненного дыхания, острых зубов и когтей, и думали, что он злой и жадный. Поэтому змей жил один в глубокой пещере и редко выходил на свет. Однажды змей услышал плач ребенка. Он выглянул из пещеры и увидел маленького мальчика, который заблудился в лесу. Змей почувствовал жалость к мальчику и решил помочь ему. Он подлетел к нему и спросил, что случилось, малыш. Почему ты плачешь? Мальчик испугался дракона и закричал, убирайся от меня, злой дракон. Ты хочешь меня съесть? Нет, я не хочу тебя съесть, ответил змей. Я хочу тебе помочь. Я добрый дракон. Добрый дракон. Такого не бывает, возразил мальчик. Все драконы злые и жадные. Они покищают принцесс и сжигают деревни. Это неправда, сказал змей. Не все драконы такие. Я никогда не покищал принцесс и не сжигал деревни. Я люблю животных и цветы. Я даже не ем мясо, я ем только фрукты и орехи. Да ладно, не поверил мальчик. Ты просто хочешь меня обмануть. Ты же дракон, а драконы не умеют лгать. Я не лгун настаивал, змей. Я говорю правду. Я добрый дракон, и я хочу тебе помочь. Ты заблудился, да? Напризнался мальчик. Я пошел гулять в лес с друзьями, но потерял их из виду. Теперь я не знаю, как вернуться домой. Ну тогда я тебе покажу дорогу, предложил змей. Садись на мою спину, и я отнесу тебя к твоему дому. Не хочу, отказался мальчик. Ты унесешь меня в свою пещеру и съешь там. Нет, я не съем тебя, заверил змей. Я обещаю. Я добрый дракон, и я держу свое слово. А если ты обманываешь? Спросил мальчик. Тогда ты можешь меня ударить по носу, сказал змей. Я не обижусь. Мальчик подумал и решил рискнуть. Он сел на спину дракона и сказал. Ладно, понеси меня домой. Но если ты обманешь, я ударю тебя по носу. Хорошо, согласился змей. Держись крепко. Змей поднялся в воздух и полетел над лесом. Мальчик увидел, как красиво светятся звезды на небе, как блестят реки и озера, как пахнут цветы и травы. Он почувствовал, как тепло и мягко дышит дракон, как он ласково говорит ему. Не бойся, малыш. Я не сделаю тебе ничего плохого. Я добрый дракон. Мальчик перестал бояться и стал доверять дракону. Он спросил его, как тебя зовут дракон. Меня зовут змей, ответил дракон. А тебя? Меня зовут Петя, сказал мальчик. Приятно познакомиться, Петя, сказал змей. Ты мне нравишься. Ты храбрый и умный мальчик. Спасибо, змей, сказал Петя. Ты мне тоже нравишься. Ты добрый и милый дракон. Так они полетели, разговаривая и смеясь. Змей рассказывал Пете про свою жизнь в пещере, про свои любимые фрукты и орехи, про свои мечты и надежды. Петя рассказывал змею про свою семью, про своих друзей, про свою школу и увлечения. Они нашли много общего и стали друзьями. Вскоре змей увидел дом Пети и опустился на землю. Петя спрыгнул с его спины и сказал. Спасибо, змей, что ты меня привез домой. Ты спас мне жизнь. Не за что, Петя, сказал змей. Я рад, что ты дома. Ты не забудешь меня. Нет, я не забуду, сказал Петя. Я хочу, чтобы мы оставались друзьями. Ты придешь ко мне завтра? Конечно, я приду, сказал змей. Я тоже хочу, чтобы мы оставались друзьями. Ты лучший друг, который у меня был. И ты лучший друг, который у меня был, сказал Петя. Пока змей. Пока Петя, сказал змей. Они обнялись и расстались. Петя вошел в свой дом, а змей полетел обратно в свою пещеру. Они были счастливы, что нашли друг друга. И с тех пор они всегда были вместе и никогда не расставались. Конец. Конец.